вопрос 1446 пятый том почему дьявол требовал от христа именно поклонения а не какой-то другой формы признания ответ отвечает игнатий лавки это продолжение прошлогодних претензий слуги господину чье место он облюбовал себе на сегодня матфея 4 9 и говорит ему все это дам тебе если пав поклонишься притча 30 глава 21 по 23 стих от трех трясется земля 4 она не может носить раба когда он делается царем глупого когда он досад и ест хлеб позорную женщину когда она выходит замуж и служанку когда она занимает место госпожи своей исаи 14 глава с 13 15 стих оговорил в сердце своем зайду на небо выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе сонми богов на краю севера зайду на высоты облачные буду подобным всевышним но ты низвержен в ад глубины преисподней предела гордости нет первоначальные амбиции падшего хирурги были стать подобным всевышнему не кланяться ему потерпев поражение стана окончательно потерпел прежнее место осеняющего и светлого слуги раба теперь он претендует под залог добиться неравенства поклонения сына божий которому он и вынужден был поклоняться от некогда евреям 1 6 также как гводит первородного во вселенную говорит и да поклоняться ему все ангелы божьи христос пришел спасти мир пролить за этот погрязший в пороках мир свою не причистую кровь евангелие от ивана 1 глава 29 стих но другой день видит иван идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мир противник божий возмечтавший стать господином вселенной и предметом поклонения всех ангелов добился немалого за эти примерно 5538 лет на земле он вел идолопоклонство то есть поклонение и жертвоприношение бесам подобраны поклонения людям или идолам 1 коринфянам 10 глава 20 стих язычники принося жертвы приносят бесам а не богу но я не хочу чтобы вы были в общении с бесами премудрость соломона 14 глава 12 21 и 30 стих ибо вымыслы идолов начала блуда а изобретение растление жизни не было их начале и не вовеки они будут они вошли в мир по человеческому тщеславию и потом у близкий сужденным конец отец терзающий горькую скорби о рану умершем сыне сделав изображение его как уже мертвого человека затем стал почитать его как бога и передал под властным тайны и жертвоприношения потом утвердившийся брипп временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон и по повелением властителей избояния почитаемо было как божество кого лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства того отдаленное лицо они изображали делали видимый образ почитаемого царя дабы этим усердием польстить отсутствующему как бы присутствующим усиление уже почитания от не знающих поощряло тщание художника ибо он желая может быть угодить властителю постарался искусственно сделать подобие покрасивее а народ увлеченный красотой отделки незадолго перед тем почитаемого как человека признал теперь божество и это было соблазном людей потому что они покорясь и или несчастью или тиранству несообщимое ими прилагали камня дерева но зато и другое придет на них осуждение и за то что нечестиво мыслили о боге обращаясь к иду и за то что ложно клялись коварно придирая святой христу надлежало умереть за грехи людей на позорном древе чтобы спасти по крайней мере некоторых галатом 3 13 христос ускупил нас от клятвы закона сделавшись за нас клятвы ибо написано проклят всяк видящий на висящий на древе и вот теперь дьявол предлагает под залог эту сделку тебе не нужно будет умирать за этот мир если ты поклонишься мне я дам тебе этот мир принадлежащий мне ибо он служит здесь падший херувим претендует быть не только равным богом но и выше своего господина христос отвергает это искушение словами священного писания в которых есть непонятны для смертных сил который дьявол не может противостать и отходит от своего создателя христа сделка под залог так называемую долгосрочную программу дьяволу по выполнению или невыполнению своего лживого обещания покорить грешников под ноги христа отдавать мир христу какой мир не грешников же решил дьявол отдавать богу святому и чистому за столь великую цену и знание дьявола господином ибо поклоняться поклоняются не рабу а господину не мог же отдавать то что бог уничтожает столкнуть пропасть человека дьяволу не представлял никакого туда но чтобы возвести падшего адама во его первозданное райское состояние нужно было не нарушая свободу человека умереть за него сына божию и духом святым провести добровольное человечество к покаянию и к желанию служить богу одному богу падше поклонись сейчас а мир этот видимый тобой во мгновение ока тебе отдам потом когда-то пока поклонись верим ему дьявольскому слову залог явно был невыполним как и построение коммунизма коммунистами жестокий коварно дух своей надменной мудрости обещает во веки невыполнимая по противника божия можно сказать и у в двадцать два шесть верно ты брал залоги от братьев твоих и ни за что и полоногих снимал одежду язык или восемнадцать двенадцать бедного и нищего притесняет насильно отнимает залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои делает мерзость